Всем привет друзья! Сегодня в обзоре часы Tamex. Модель называется T49947. Вот такая достаточно интересная модель. Модель не крупная. Часы в пластиковом корпусе серии Expedition. Диаметр корпуса 40 миллиметров. Толщина корпуса 12 миллиметров. Нейлоновый ремешок. Изнутри он кожаный. Мягкая и приятная на ощупь натуральная кожа. Ремешок достаточно плотный. Выглядит добротным. Задняя крышка из нержавеющей стали. Эти батареи CR2016 трихольтового лития. Водозащита 100 метров. Давайте вернемся к лицевой части часов. Часы достаточно незамысловатые, но есть определенные особенности в этих часов. Первое, что бросается в глаза при таком скромном размере. Обратите внимание на размер цифр. То есть цифры просто огромные. Вот эти большие цифры порядка 10 миллиметров высотой. Вот эти меньшие порядка 6 миллиметров. То есть они крупные, легко читаемые. И вообще я считаю, что эти часы достаточно стильные. И они подойдут и молодежи, и в том числе можно купить и дедушке своему, у которого проблемы со зрением. Потому что часы прекрасно читаются. И к тому же часы при своей цене достаточно умеренно обладают хорошим функционалом. Давайте сейчас я расскажу, какой функционал у часов. В основном режиме часы, минуты, секунды до послеполудня или 24-часовой формат отображения. День недели, месяц, число. Для установки вот это мигает индикатор первого часового пояса, который мы сейчас установим. Сейчас 10 часов вечера. Обратите внимание, минус и плюс указаны какие кнопки. То есть минус это мы уменьшаем показания. 10 часов 18 минут. И 21 секунда. День недели, воскресенье. 6 месяц это июнь. 5 число. И вот здесь мы можем выбрать 12 или 24-часовой режим отображения. Давайте выберем Military Time. То есть как принято в нашей местности. Ну и здесь мы можем поменять расположение месяц и день недели. или как привычнее в Восточной Европе. День недели и месяц будет в таком порядке. Это функция ежечасного сигнала. Который по качанию каждого часа звучит короткий звуковой сигнал. Мы ее включать не будем. Это сигнал нажатия кнопок. Давайте ее активируем. Вот мы активировали. Время установилось 22 часа 19 минут. Хронограф. Хронограф запускается вот этой кнопкой. Имеет промежуточные результаты. Первый круг. Второй. Третий. Четвертый. И так далее. Стоп. Сброс. Таймер. 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 Таймер имеет два режима. По окончании обнуления таймера звучит звуковой сигнал. И второй режим по окончании звучит звуковой сигнал. И таймер запускается мной. То есть режим с повтором. Три будильника. Будильники тоже не самые простые. Как вы видите мы можем установить будильник на каждодневное срабатывание. На выходные. И на рабочие дни. Также имеется режим второго часового пояса. Нажатием этой кнопки мы можем посмотреть кратковременно. Во втором часовом поясе. Или длительным удержанием. Мы можем переключить второй часовой пояс на основной дисплей. Сейчас у нас основной дисплей. Основные показания это второй часовой пояс. И кратким нажатием мы можем посмотреть время в первом часовом поясе. Вот такие интересные часы. Мне кажется для своей цены они имеют очень хороший функционал. И один из главных функционалов это то что огромные читаемые цифры. Здесь акриловое стекло. Я забыл упомянуть. И теперь чтобы вам было понятно все эти размеры. Я подготовил вот такие часы. Это часы Casio. Как вы видите при таком крупном корпусе. Здесь какие-то мелкие маленькие цифры. То есть вот так по моему все гораздо наглядно. Как это все выглядит в жизни. И теперь осталось показать часы на руке. И посмотрим работу подсветки Indiglo. И вот часы на руке. Они очень легкие и комфортные. Показания читаются прекрасно под разными углами. Обратите внимание насколько легко читается время. Ну и давайте теперь посмотрим подсветку Indiglo. И вот подсветка. Вы видите она очень яркая. Прекрасно читаемая. То есть никаких проблем с ней нет. Ну и на этом обзоры заканчиваю. Если вам понравилось ставьте пальцы вверх. Всем спасибо. Пока. До новых видео.